здравствуйте дорогие друзья сегодня готовим котлеты котлеты бомбические какие-нибудь давай назовемся как-нибудь интересно да мои котлеты для этого нам потребуется свиной фарш кило двести здесь столько же говяжий фарш берем вот так вот его выкладываем дружно и того получается 2400 потребуется вот таких 4 картошки 2 больших луковицы 3 яйца чеснок головка чеснока столовая ложка с горкой сахара столовая ложка соли сметана потребуется в данном случае наша костромская сметана потребуется молоко для того чтобы доводить так сказать до нужной консистенции смесь фарш вот этот вот будем доводить именно им панировочные сухари и зелень можно сделать в вашу любимую сильно в данном случае у меня петрушка и кинза 50 на 50 все а где специи и приправы спросите вы я вам отвечу приправа домашние котлеты шеф-шаров купить можно по ссылкам в описании здесь сбалансированы все все сбалансировано сейчас я вам прочитаю что здесь есть здесь есть лук кориандр чеснок сахар перец черный майоран базилик имбирь петрушка перец чили и самое главное вот то что я открыл у итальянцев ребят там есть мускатный орех это особая вещь его нужно совершенно немного но он придает обалденный вкус вот итальянцы знают толк в котлетах поверьте мне у них бомбические котлеты разные белых соусах и в томатных соусах всякие разные котлеты у них есть и они добавляют мускатный орех это очень вкусно поверьте мне но это того стоит хватит надолго здесь нам на два с половиной считайте килограмма фарша потребуется на полторы-две столовых ложки без горки а здесь этих ложек полным-полно то есть она того стоит хватит надолго ребят переходите покупайте все погнали итак замечательно все сделали сюда соль сразу же сахар сразу же главный ингредиент специи шеф-шаров состав я вам уже прочитал вот так вот раз ну и два первая сборка вторая нормально этого вполне достаточно панировочные сухари и все весь лук и зелень и чеснок и аккуратненько все вымешиваем крепко хорошо чтобы хорошо перемешалось хорошо я не сразу могу жарить это все то есть я естественно делаю сразу много потому что возиться не очень хочется и тоже вам говорю что фарш ну сами понимаете многие даже берут готовые котлеты можно их свежими сделать можно их заморозить люди полуфабрикатов мне очень нравится заморожен замораживать потом выкладываешь раз все и сделал бабушки то есть маме отвезу она сделает полуфабрикаты она бомбически делать тетка моя делает это все прямо мне присылают кормят меня почему мне их по своему рецепту не накормить правильно так отставили сторонку надо яйца пусть стоит отдыхают пропитывается это нормально кто-то добавляет помню мы добавляли булку в молоке вымачиваем и добавляем булку тоже есть такая штука очень популярная в случае если есть сухари какие-то умение сухари у меня панировочные сухари есть и отдельно молоко то есть вот есть молоко а есть сметана понимаете вот вот сейчас самое то интересно сейчас вы чудо будем закладывать сметану яйцо то есть такую вот уже следующий этап сейчас начнется так ну что яйцо 3 яйца сметана конечно здесь опционал неожиданный я думаю для обоих для всех для нас обоих для него и для меня потому что я позвонил тетки нагреть отчет добавь сметану мы добавляли то есть а уж она доготовит будьте любезны я говорю на чемпион мира по изготовлению котлет двукратный причем так чистая ложка смотрите немного можете половина там половина здесь сколько у нас 330 грамм грамм 150 200 положите хотя на такое количество фарша можно положить и целую банку посмотрим сначала это вмешаю потом решу не надо добавлять целую банк в общем вот такая банка 330 грамм все туда бухайте и даже не стесняйтесь самое главное чтобы фарш был не сухой он должен быть такой жидкий ну такой в меру конечно если вдруг вы перестарались с жижей добавьте сухарей еще панировочных что делать-то будут котлеты больше хлебные хотя тут на такое количество мяса я сегодня до вечера их не пить буду потом всю весьма у меня салом забит холодильник сейчас еще и котлетами будет забит так ребята вот смотрите на этом этапе вот когда вы уже все это но прямо можно попробовать на соль и на специи прямо берете вот какой-нибудь ложечку раз чуть-чуть я бы добавил например и что я и сделаю я добавлю немного специй все-таки два килограмма два с половиной килограмма фарша немного спеть буквально чайную ложку с горкой добавлю и соли я уже даже приготовил ее почему-то мне так сразу же показалось что мне потребуется немножко соли и смотрите чтобы она была не куском лежала таким вот а чтобы она так помягче было добавьте сколько нужное молочка я кстати совсем недавно привез из дома в деревне котором дед мой бабушка жили в которой я ездил на все каникулы всю жизнь лавки и когда мы их реставрировали снизу я обнаружил следы от мясорубки то есть дед на мясорубку прикручивал чтобы на стол не портить он пример прикручивал мясорубку к лавке вот такими штучками снизу такие прямо можно посчитать сколько раз дед на той на другой лавке крутил котлеты вот такая вот история так что посмотрите тоже кстати мало ли многие проводили свое лето в деревнях бабушек у дедушек может быть тоже у вас остались такие же лавки не выкидывайте не надо их можно современными методами очень недорого пошкурить покрасить и они еще вам послужат и согреют как бы душу я вот не стал выкидывать эти лавки они у меня лежат отреставрированы вот именно такое у меня с одной стороны она мягкая пушистая потому что они должны быть тоже мягкие пушистая с другой стороны она такое насыщенная еще чуть-чуть налью так по чуть-чуть выливайте все погнали плите о погнала ну штуку 8 я сделаю котлеток так чтобы нам показать вам я вот так вот беру отбиваю видите на руках прямо раз раз этого достаточно вот на один замес у меня уходит 4 котлетки бакалетами большие я люблю большие чтобы одной можно было на есть двумя можно было очень хорошо большому человеку место первая пошла вторая пошла переворачиваться и вот когда перевернули просто раз придавили чуть-чуть и все слишком большой огонь не надо все я выключил сковородку конечно в конце остаются такие прижарочки в конце они прилипают котлеткам но это уже четвертая партия по 4 штуки у меня вот такой на большой сковородке помещаются свою духовку я уже разогрел до 200 градусов и поставлю на 15-20 минут туда доходить я это тоже увидел хотя фокус этот довольно известный но в деревнях конечно не делают наши духовок нету я это увидел у итальянских поваров они очень любят котлетки и правда них не такие большие они делают маленькие котлетки потом ставить в всякие разных соусах доходить в духовке и мы тоже пойдем этим же путем поставим пусть отдыхает и так посмотрите котлеты у меня конечно не детские не фрикаделька вы конкретные какие вам говорил вот 15-20 минут на температуру 200 градусов от 180 до 200 градусов в общем если быть вообще конкретным от 15 до 20 минут смотрите сами как вам нравится включите вентилятор чтобы не под там под подрумянились еще больше в общем работаем аромат ребята я вам скажу вообще открыл так прямо двери не терпится мне попробовать достать сейчас слова быстренько сфотографирует сделать и начнем получилось ребята хочу сделать важное заявление я сейчас детство когда приезжал дедушке с бабушкой они меня все время просили сделать несколько вещей моих коронок еще с юношества то есть я делал им блины дед бабушкой ждали делал грибную икру и котлеты жарил где-то было всегда мясо он был егерь как вы понимаете жил лесу поэтому советская советский союз как бы все нормально не голодал и этот работанный материал то такое уже то есть я умею это делать рекомендую вам посмотреть у меня соус дзыки подойдет к этому сейчас скоро выкладываем горчицу и выкладываем аджику все получилось очень вкусно я уже сейчас не буду ничего делать а вы посмотрите и вот можете это все как бы комбинировать все погнали посмотрите вот покажи это не какие-нибудь там поганые бургеры я их ну что-то толк ну а и соль и перец и все они воздушные посмотрите они с одной стороны плотный с другой стороны мягкие и очень правильно я думаю дед с бабушкой бы мы гордились значит все готовьте по этому рецепту пожалуйста держитесь смотрите другие мои видео ставьте лайки активничайте пожалуйста держитесь на приятно у каждого в семье есть какие-то истории давние истории которые приходят из поколения в поколение или вспоминаются на общих семейных праздниках с такой большой любовью и теплотой вот у меня тоже есть такая же история перед выпуском котлет я хочу вам рассказать ее когда-то когда мне было совсем мало лет 4 года мама лежала в роддоме и рожала моего младшего брата максима и оставила меня маленького папе вот при этом она выходили ее навещать естественно каждый день жили вдвоем и она просила котлет папа естественно выполнял просьбу любимой жены жарил котлеты и каждый раз он со мной возился я такой шебутной естественно как все мальчики я уже сейчас представляю какой потому что у меня есть мишка точно такой же копия вот он их пережаривал постоянно пережаривал и мы носили и закидывали в окно веревку она поднимал эту коричневую сумку с этими котлетами вот и я помню он меня тоже ими пичкал и и я так не очень любил эти пережаренные котлеты вот но когда пришло время забирать маму с братом из новорожденным максимом из роддома мы приехали на машине то всегда сами понимаете праздник все прочее и мне его показали говорят как нравится лёж братик то я говорю нет а почему хоть не нравится да разве на горелые котлеты хорошего дадут вот такая вот трогательная история хорошего дали дали на самом деле хорошего брата я им горжусь он мне всю жизнь помогал я ему помогаю мы живем дружно и мирно но традиция слегка пережаривать котлеты у меня осталось видимо на всю жизнь и сколько бы я не умел готовить сколько бы я их не жарил все время уже даже ира моя живя со мной уже 22 года всегда ожидает слегка пережаренные котлеты поэтому смотрите выпуск моих котлет ну и учтите что я имею большой опыт по их пережарки все